Депутаты просят премьер-министра Масимова выяснить причины массового падёжа сайгаков. В Астане выявили рекордное число носителей сальмонеллы. В Буральске состоялся 18-й съезд Ассамблей народа Казахстана. В нём приняли участие все члены Ассамблеи. Ещё один депутат попросил Масимова выяснить причины массового падёжа сайгаков. Сенатор Мукаев составил депутатский запрос на имя премьер-министра, в котором просит главу Кабмена поручить соответствующим госорганам выяснить все возможные причины гибели краснокнижных животных. Ведь пала примерно треть популяции степных антилоп в стране. Практически все павшие животные – самки и их детёныши. Согласно предварительным данным специалистов, на гибель животных кроме пастерилёза могут повлиять и другие причины. Пастерилёз – не единственная причина гибели сайгаков. Об этом заявили эксперты, исследовавшие массовый падёж парнокопытных в Казахстане. Так, по мнению одних, запуск ракеты «Протон» всё же мог повлиять на гибель животных. Другие эксперты уверяют, что обильные дожди послужили причиной массового падежа. Из-за мягкой почвы беременные самки сайгаков ели траву вместе с корнями, утверждают специалисты. В процессе переваривания в организм могло попасть большое количество бактерий, что и вызвало гибель сайги. Мой запрос на имя премьера. По мнению учёных, сайгаки гибнут из-за чрезмерной дождливой погоды и влажной травы. Что делает Минсельхоз для определения причины массового падежа? Напомним, ещё в 2010-м причиной массовой гибели сайгаков был пастерилёз – острой инфекционной болезнь, которая может передаваться воздушно-капельным путём через воду и траву к домашним животным, а от них через укусы мяса даже человеку. При этом, по словам другого сенатора Нургалиева, ещё тогда Министерством сельского хозяйства планировалось использовать наработки российских учёных. Общая сумма заказа составила 332 миллиона тенге. Но после того, как прошёл ажиотаж, об этих исследованиях все благополучно забыли. Теперь снова привлекают учёных. На сегодня пригласили в Северную Британию, в Королевскую академию. Есть виды учёных, которые этой эпидемией занимался, когда была такая система по антилопам гну, родственным нашим сегодняшним сайгакам. Это главное. Надо всё научные подходы сделать и потом наложение сделать. Как это всё происходило в 1988 году. Были ли такие же моменты взлёта, падений, чтобы исключить ракетное присутствие этого гептила. Тургайский регион, где зафиксирован самый массовый падёж – непостоянное место для сайгаков. Они приходят сюда на отёл. И остановить миграцию невозможно. Своё мнение по этой теме высказывал и мажорист Миналдан Смаил. Он считает, что падёж животных связан с запусками ракеты «Протон». А пути миграции этих животных он назвал «дорогой смерти». По последним данным, найдено более 112 тысяч туш. Но учёт ведётся именно по зарытым тушам. На самом деле, павших антилоп может быть намного больше. В Астане выявили рекордное число носителей сальмонеллы. Об этом сообщил руководитель департамента по защите прав потребителей Астаны Нурлыбек Аслубеков. Проведён отбор проб продукции из объектов торговли и общественного питания. Выявлено несоответствие в одной трети продукции по несоблюдению технического регламента и микробиологическим показателям. Руководитель департамента отметил, что высокий процент содержания микробов выявлен в птицепродуктах. Напомним, именно этой продукции в начале года в Астане отравились 160 человек. По словам Аслубекова, в настоящий момент по фактам выявления заражённой продукции возбуждены уголовные дела. На сегодня лабораторно обследовано на носительство патогенной микрофлоры около 8 тысяч человек из декретированной группы населения. Это повара, официанты, кухонные рабочие. Выявлено 9 носителей сальмонеллёзной инфекции. Для сравнения, в 2014 году было обследовано более 23 тысяч человек и выявлено всего 2 носителя данной инфекции. В том числе исследованы 58 проб птицепродукции. В 24 пробах продукции, отобранной в торговых сетях города, выделены на сальмонеллы. Это составляет 41%. Это продукция из России, Украины и Казахстана. А в 2014 году было выявлено всего 6% опасной птицепродукции. Если сравнить цифры 41% и 6%, то есть рост идет около 7 раз. За вклад в развитие страны в Уральске наградили представители Ассамблеи народа Казахстана. Указан президент Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в 2015 год объявлен годом Ассамблеи. В этом году деятельности сотрудников Ассамблеи уделяется особое внимание. Церемония награждения состоялась в Доме торжественных событий Султанат Сарае. Зал собрал большую часть представителей Ассамблеи области. За значительный вклад в укрепление общественного согласия в стране, обеспечение единства народа Казахстана, глава региона наградил их юбилейными медалями. Я оцениваю труд нашего филиала. В моем лице меня наградили медалью 20 лет Ассамблеи народа Казахстана. Это труд всего нашего коллектива, я считаю, коллектива наших партийцев, нашего филиала, в том числе и коллектива ТОП «Испасерик», который является базовой нашей организацией. И это заслуга всех нас. Сегодня в Казахстане в мире согласия живут представители 130 наций и народности. Институт Ассамблеи выполняет свою основную функцию, объединяет всех казахстанцев и защищает конституционные права каждого из них. На сегодняшний день Ассамблея показывает то, что это необходимый общественный институт. И мы здесь, даже в ходе этого заседания, у нас противоречивые мнения, но решение одно. И все вопросы охлаждаются также и на места. В ходе торжественной конференции присутствующие подвели итоги работы Ассамблеи за 20 лет и наметили перспективы дальнейшего развития института. Марина Корбук, Дуриен Досимбеев, Александр Грабарев, ДДК-42. В Уральске состоялся 18-й съезд Ассамблеи народов Казахстана. В нем приняли участие все члены Ассамблеи Акимы города и области, депутаты областного и городского маслехата. В ходе мероприятия они обсудили основные задачи и принципы функционирования консолидирующего Института Республики. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Нынешнюю сессию можно назвать особенной, сказал в ходе своего выступления Акимовустин Руан Нугаев. В этом году уникальный Институт Ассамблеи народов Казахстана отмечает свое 20-летие. За годы существования ее представителями была проделана большая работа. Клава региона подчеркнул, что сегодня одна из важнейших задач Ассамблеи – укрепление единства всего народа Казахстана. Для этого необходимо развивать патриотическое воспитание, в то же время не допускать политические разногласия в стране. Сплоченность людей поможет избежать многих проблем в развитии государства. Не зря говорят, что Ассамблея – это голос народа. Чем этот голос будет звучать твердо, деловито, со знанием дела, тем больше авторитет значения Ассамблеи, дели выполнения поручений главы государства. Перед Ассамблеей по-прежнему стоит задача по недопущению политизации сферы межэтнических отношений. Президент отметил, что мы будем жестко пресекать любые формы национального радикализма, с какой стороны бы они ни исходили. Сегодня только по Западно-Казахстанской области в Ассамблею народов входит порядка 4000 единомышленников. По словам президента республики, Ассамблея формирует неповторимую модель единства народов. Этот институт по праву можно считать уникальным. Аналогов ему нет ни в странах СНГ, ни во всем мире. Некоторые из присутствующих в зале лично встречались с автором создания Ассамблеи, сурсултаном Назарбаева. Представителю Ассамблеи Владимиру Яковлеву особенно запомнилась речь президента. Держа меня за руку, говорит, все это я помню и знаю, но у меня есть большая мечта, чтобы в Казахстане была единая великая нация. Ну, а я тут не удержался, спрашиваю, какая? Он говорит, нация гражданин Казахстана. Укрепление единства, воспитание толерантности и развитие триязычия – одни из основных задач Ассамблеи сегодня. Ассамблея народа Казахстана – это не просто институт, а правовая база, обеспечивающая равенство прав и свобод всех граждан Казахстана, независимо от их этнической или религиозной принадлежности. Марина Горбук, Долренда Сембиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Сегодня в Уральске состоялся республиканский круглый стол, посвященный совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере аномастики. В его работе приняли участие члены республиканской аномастической комиссии, независимые эксперты и представители исполнительных органов. Круглый стол организован комитетом по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта. Как отметили участники заседания, в данный момент работа по переименованию и номинованию объектов из составных частей приостановлена до 1 января 2016 года. При Министерстве культуры и спорта создана рабочая группа. В ее состав вошли представители интеллигенции, юристы, члены республиканской аномастической комиссии, независимые эксперты, руководители отделов аномастики местных исполнительных органов. В прошлом году 731 улица в Западно-Казахстанской области получила новые названия. Многие улицы были переименованы. В нашей области еще есть многие населенные пункты. Ну, где-то около 12 населенных пунктов крупных, которые еще носят очень старое название. И, естественно, историческая справедливость должна воздействовать, потому что эти населенные пункты когда-то имели свои исторические названия. Аномастическая политика не появляется на пустом месте. Участники круглого стола обсудили еще один важный вопрос – нарушение законов о языках и о рекламе. Визуальная информация и наружная реклама на государственном языке зачастую грешат ошибками. Большой вопрос, конечно, это язык рекламы. В первую очередь перевод основным этих реклам является основным вопросом, который в основном все рекламы изготавливаются на русском языке первоначально. Потом переводится на государственный язык. Вот когда делается перевод, появляются двусмысленные, непонятные такие переводы. Это уже у населения вызывает насмешкой. Поэтому надо будет и много часто встречаемых ошибок, элементарно грамматических ошибок. Участники круглого стола выступили с предложением разработать правовые основы, механизмы функционирования и формы реализации аномастической работы. Роман Копняев, Айбулат ЖГПАР, Александр Грабрев, ТДК-42. Мы продолжаем наш выпуск и вот что вы увидите далее. В чем кроются причины детского травматизма, узнали наши корреспонденты. Американские медицинские специалисты помогут западноказахстанским врачам улучшить качество оказываемых услуг. Специалисты чрезвычайных служб распространили штормовое предупреждение. В департаменте внутренних дел области подвели итоги сразу трех оперативно-профилактических мероприятий. Нелегал, допинг и попрошайка. Полицейские отметили, что лица без гражданства за приставания в общественных местах будут выдворяться за пределы Казахстана. УПМ-нелегал в области проводился с 18 по 22 мая. В течение этого времени более 400 полицейских проверяли адреса, где проживают иностранцы. Особое внимание лицам, прибывшим из стран, где идут вооруженные конфликты. Было выявлено со стороны иностранцев 274 нарушения. То есть, с их стороны были нарушения правил пребывания и осуществления законной трудовой деятельности. Также было привлечено 43 граждан Республики Казахстан за нарушение миграционного законодательства, 13 работодателей за использование иностранной рабочей силы без разрешения. УПМ-допинг тоже проводился в течение пяти дней. Полицейские выявляли преступления, связанные с хранением и учетом лекарственных и наркотических средств, психотропных препаратов и прекурсоров. Было выявлено 21 правонарушение, из них 15 уголовные проступки и 6 в сфере административного правонарушения. Значит, если взять пример так, в ходе проведения мероприятий при проверке одной из районных больниц было выявлено нарушение правил хранения и уничтожения использованных ампул из-под лекарственных средств психотропного характера. В осень сложности было в этой больнице изъято 130 использованных ампул в наркотических средствах. По данному факту, за нарушение права хранения и уничтожения было возбуждено уголовное производство по статье предусмотренной из 303 Уголовного кодекса Республики Казахстан. УПМ-попрошайка проводился в области впервые. Внимание полицейских было приковано к навязчивым действиям лиц в общественных местах. Было задержано всего 214 лиц за приставание в общественных местах, в том числе 6 несовершеннолетних и 3 иностранных граждан. Возбуждено 203 административных производств по статье 449 под частью 1. Из них за попрошайничество 194, за предоставление услуг частного извоза 3, за предоставление услуг сексуального характера 2. Полицейские отметили, что работа по всем трем направлениям будет продолжена. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. За 4 месяца текущего года зарегистрировано 14 случаев детского травматизма с летальным исходом. Об этом заявили сегодня в ходе круглого стола в детской больнице. Причина детского травматизма кроется в том, что дети зачастую не знают, что играя в подвижные игры, необходимо соблюдать технику безопасности. Ведь даже безобидная подножка может привести к серьезной травме. Самыми распространенными и одновременно самыми опасными являются травмы, полученные в результате ударов по голове. А в результате таких безобидных проделок, как подножки, толкания друг друга, дети могут получить ушибы и растяжения самой разной степени тяжести. Этот список можно перечислять до бесконечности. Родители должны быть бдительными и не оставлять детей без присмотра. Важно помнить, что маленький ребенок в возрасте до 5 лет способен утонуть даже в тазике с водой, которую родители набрали, чтобы помыть пол и оставили в коридоре. От удушения погибают также дети. В частности, малыши могут задохнуться, подавившись какой-либо едой, такой, как орех, виноградина, слишком большого куска мяса и так далее. За круглым столом рассказали, что многие родители занимаются самолечением своих детей или же пытаются вылечить ребенка с помощью нетрадиционной медицины, что приводит к нежелательным последствиям. Чего только стоит тот случай, когда народная знахарка довела двух детей до летального исхода. Знахар сказал, что у ребенка в бочной грыже наложен лейкопластырь. Вот рисунки покажи, а потом покажешь. Наложен лейкопластырь и сказал, что этот лейкопластырь не снимать в течение 10 дней. И на 10-й день, она вот когда обращалась, конечно, состояние ребенка уже крайне тяжелое, точно так же уже коматозном состоянии. Спасти этого ребенка тоже нам не удалось. Анализ за 4 месяца показывает, что по сравнению с 2014 годом несчастных случаев среди детей стало больше на 13,5%. Травматизм имеет место быть в школах, спортзалах, на улице и на дорогах. Во всех этих случаях наблюдается значительный рост. Родителям необходимо объяснять ребенку, что не всякая интересная игра является безопасной. Олег Великий, Алтенбек Маякенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В департаменте по защите прав потребителей прошел семинар по вопросам борьбы с особо опасными инфекциями. В мероприятии приняли участие ветеринары, медицинские работники и эпидемиологи. Как сообщили на семинаре, в нашей области расположены природные очаги опасных инфекций, таких как тулеремия. Также в регионе выявляются случаи геморрагической лихорадки с почным синдромом. Поэтому врачам необходимо быть все время во всеоружии, чтобы распознать заболевания и оперативно начать лечение. В африканских странах регистрируется заболеваемость Эбола и другие инфекционные заболеваемости. Поэтому впереди лето, большая миграция населения, и мы хотим, чтобы медицинские организации были готовы и знали все клинику и эпидемиологию. Особо опасные инфекции, которые быстро распространяются и вызывают эпидемии, то есть имеют высокую степень заразности, характеризуются крайне тяжелым течением с большой вероятностью летального исхода в короткий промежуток от момента заражения или инвалидизации больных. На семинаре мы получили всю необходимую информацию. В области уже фиктировались случаи заражения сибирской язвой, бешенством, бруцеллезом. Поэтому врачи должны быть готовы ко всему. Американские медицинские специалисты помогут западноказахстанским врачам улучшить качество оказываемых услуг. В Центре профилактики и борьбы со СПИД побывали представители Института клинических и лабораторных стандартов и Центра по контролю и профилактике заболеваний. Институт клинических и лабораторных стандартов имеет статус Всемирной некоммерческой организации по разработке стандартов и рекомендаций в сфере медицины. Динамичная организация объединяет множество специалистов и добровольных помощников, работающих в различных сферах здравоохранения. Основная задача – разработка и внедрение практических согласованных стандартов и рекомендаций. По сравнению с тем, что было три года назад, когда организация CLSI проводила здесь работу, мы видим, что за этот период произошли очень хорошие изменения в лучшую сторону улучшения. Американские медицинские специалисты привлекают к разработке стандартов и рекомендаций специалистов и экспертов, оставляя с собой не регуляторную, а направляющую роль. Современный мир сейчас предъявляет особые требования к качеству лабораторных исследований. И мы надеемся, что предложенные рекомендации помогут в дальнейшем совершенствовать качество лабораторной службы. В Казахстане ежегодно от табака курения умирает от 20 до 50 тысяч человек. По всему миру эта цифра составляет 5 миллионов человек. Об этом сообщают специалисты наркологического диспансера, так как курение приравнивается к наркомании. Специалисты утверждают, что каждый курильщик, потребляющий в день одну пачку сигарет, добровольно сокращает себе жизнь на 5 лет. Смертность среди курильщиков в среднем на 50% выше, чем среди некурящих. Многие думают, что сигарета помогает успокоиться и расслабиться при нервном срыве. Специалисты этого не подтверждают. Я как врач, как врач-нарколог, совершенно конкретно, четко хочу сказать, что никогда сигарета не может спасти от нервных срывов, тем более. Наоборот, выкуривая сигарету, у человека нарушается нервная система. В первую очередь табак действует на головной мозг. И возбуждение головного мозга происходит. Поэтому те нервные состояния, что человек думает, что он с табаком успокаивается, ни в коем случае неправильно. Это совершенно неверное представление. Незаконная торговля сигаретами является еще одной проблемой в борьбе с курением среди молодежи. Такая торговля побуждает молодых людей к экспериментированию и употреблению табака в связи с его доступностью. Если в магазине несовершеннолетний не может приобрести пачку сигарет, это легко можно сделать у торгующих на рынках. Здесь не обращают внимания на возраст, главное – прибыль от продажи. Психолог Зауря Шкаримова рассказала, что профилактические работы, которые они проводят с молодежью, помогают. С 13 лет, скажем, ребята употребляют, потому что это как бы считают, что если мальчишек курит, то это считается очень модным. На сегодняшний момент, именно если взять психологом работу, 85 человек бросили курить, а наши – это за 5 месяцев проведенной работы. В борьбе против курения испробовано немало методов повышения цены табачной изделия, устрашающие картинки на пачках сигарет, различные акции и флешмобы, призывающие отказаться от курения. В диспансере рассказали, что желающих бросить курить очень много. Только не у каждого есть сила воли, чтобы взять и забыть об этой пагубной привычке, которая вызывает целый букет заболеваний – от сердечных приступов до рака лёгких. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Сегодня специалисты чрезвычайных служб распространили штормовое предупреждение. По данным республиканского государственного предприятия «Казгидромет», 31 мая и 1 июня на территории Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 40-43 градусов. В этой связи всем заинтересованным структурам рекомендовано провести комплекс мероприятий по недопущению несчастных случаев среди населения, обеспечив устойчивую работу объектов жизнеобеспечения, линии электропередачи и связи. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошёл к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте. Спасибо за внимание. Всего доброго и до свидания. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин